Музыка Профессор Российской Академии Музыки имени Гнесиных и лауреат международных конкурсов Андрей Горбачев в проекте Юрий Башмет Молодым дарованием России участвует практически с самого запуска. В Витнской ДШИ он уже несколько лет проводит мастер-классы с юными, подающими надежды музыкантами. Этот проект позволяет нам отслеживать наиболее талантливых ребят, заниматься с ними, помогать вместе с их педагогами развиваться профессионально. И многие из них сейчас становятся победителями самых крупных конкурсов. Поэтому очевидна польза этого проекта для детей и для нашей российской культуры. Сам Андрей Горбачев впервые вышел на сцену в 8 лет. За его обширную концертную деятельность ему аплодировали в том числе королева Англия Елизавета II и президенты европейских стран. Помимо выступлений, музыкант с радостью делится секретами своего мастерства с молодыми дарованиями. Полинчик, снимать надо ручкой. Снять. Все, отпускаешь струны и звук прекращается. А ты сейчас привыкла иногда раз вот сюда класть руку. Ученица Витнской детской школы искусств Полина Тарасюк играет на блалайке всего два года, но уже успела за это время принять участие во многих районных, российских и международных конкурсах. На мастер-классе у Андрея Александровича она уже во второй раз. Говорит, такие занятия очень помогают оттачивать технику игры. Упражнение, которое надо делать, чтобы мизинец хорошо играл. Ага. Будешь делать? Буду. С ее педагогом Людмилой Буркатской Андрей Горбачев когда-то вместе учился в легендарной Гнесинке. На мастер-класс преподаватель детской школы искусств провела четыре своих лучших ученика. Какие-то моменты ускользают от тебя. А вот мой однокурсник приехал, коллега, и что-то раз и нужное слово. Или иной раз другое слово, которое ребенок поймет. Вот как объяснить тот же самый, например, момент объяснить, но с другой подачей. И это очень помогает нам потом в будущем. Всего же в мастер-класс знаменитого балалаечника Андрея Горбачева на этот раз посетили 11 юных музыкантов, среди которых не только учащиеся детские школы искусств Ленинского городского округа, но и ребята из Москвы и других городов Подмосковья. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.